Чья? Моя подпись? Это же не мое постановление. А чье? Губернатора? Губернатора. Так, а где ее подпись? У нее, видимо, в кабинете на оригинале. Да? Серьезно? Ставишь видеокамеру сверху, высокого разрешения. У них есть. Ну, и все, и срисовываешь все паспортные данные. Опять шесть микрозаймов, короче, это. У людей с карточек списывают деньги. Они пытаются выяснить, почему. Оказывается, на них были оформлены микрозаймы. Вот что делают. Все, поехали. Че, что, оформлять, что? Ну, пиши. В нашем заведении можно сеть только с QR-кодом. А стоять? QR-коды продать можете? Так это же медицинская тайна и разглашение персональных данных. Губернатор. Такой должности нет. Это не документ, подписи нет. Печать не гербовая. Никем не подписаны. Почему? Ее подпись стоит? Где? Покажите. Вы понимаете, как нас дурит? В окно посмотреть. Это же безоплатно. Ничего нам от вас не надо. Мы просто хотим посидеть, посмотреть на хороший вид. Есть еще три опасных вещества. Это ПГМГ, АДБАХ и АДБАХ. Заставляет верить во все это. Да, я понимаю. Ну, вы сами задумайтесь просто, девчонки. Вы отказываетесь на услуги? Ставим? Не обоснованно. Что мне с вами сделать? Спасибо. Понятие почти. Это понятно. Почему я должна показывать свой паспорт? Вы из полиции? Может документы на веревку еще повесите с собой? Заметь, про маски уже ничего не говорят. Отказ в обслуживании нарушает мои права потребителя. Самоуправство. Самоуправство, да. Налоговая, полиция, администрация. Они просто сейчас в шоке сидят и смотрят. И думают, ни хрена себе второй этот появился. Правозащитник. Мы уже тут полтора часа. Ну да. Все. Иисус пришел. Все. Борода – это сила. А что ждать? Полтора часа уже прошло. Ну, как бы так. Ну, вот так. А как иначе? Ну, вот так. Ну, вот так. Пойдет? Да. А что это? Кур-код. Мне нужен QR-код от вакцинации. А? QR-код от вакцинации. Там же написано все. Почитайте. Второе для вышло постановление о том, что в нашем заведении можно сесть только с QR-кодом, методом ПЦР-теста и документом для задания личности. Ну, так я же вам подъявил. А стоять? Стоять не можем? Вот QR-код о вакцинации. На вынос мы можем продать без QR-кода. QR-коды продать можете? Десертный либо кофе, но нужно свой в английский QR-код. А просто посидеть? Чтобы посидеть, нужно QR-код и отцеление личности. Или на решение. Так это же медицинская тайна о разглашении постановленных данных. Постановление написано. Обязательно. Важно показать постановление. Постановление ниже закона. А ну покажите постановление. У вас есть постановление? Покажите, пожалуйста. Губернатор. Такой должности нет. Вы в курсе? Не работаем. Так, вести запрет на допуск. Совершеннолетних, граждан. Так мы не граждане. Без предъявления документа. Завершаю я. Здрасте. Так, ну это не документ, подписи нет. Печать не гербовая. Это выдавая руководство, мы работаем. А из руководства есть кто-то? Копия никем не заверена. Где хранится оригинал, не написано. А это что такое? Я Бря. Добрый вечер. Здрасте. А вы кто? Могу помочь? Менеджер. Ага. А нам говорят, что нельзя посидеть просто. В каком смысле? Ну, нам говорят, какой-то код показать. Да, QR-код обязательно нужен. И любой документ, удостоверяющий личность. На основании вот этого распоряжения? Да. Точнее, постановления. Да. Ну, смотрите, девушка. Это не является нормативным правилом акта. Это копия просто. Никем не подписано. Нету подписи. Реквизиты все необходимые. Вы можете запросить лично у губернатора. Это опубликованная копия, естественно, для ознакомления. Официальная. Ну, если это копия, то будьте добры, заверьте ее собственноручно. Напишите фамилию, имя, отчество. Живой ответственность лично у нас. Да. Нам в суд, допустим, надо подать на кого? Ну, а губернатора мы не подадим, так как она ответственности не несет. Подписи нету, не подписано. Подпишите вы тогда. Почему? Ее подпись стоит? Где? Покажите. Так это же копия. Это копия с оригинала? Копия с оригинала же, правильно? Копия с оригинала? Должна быть. Ну, а где подпись? Чья моя подпись? Это же не мое постановление. А чье? Губернатора? Губернатора. Так, а где ее подпись? У нее, видимо, в кабинете на оригинале. Да? Серьезно? Ну, я с ней дважды разговаривал, но ничего у нее нет. И нигде я ни разу не видел подпись. Вы понимаете, как нас дурит? Сложно сказать. Девчонки, я вам по-человечески, без всяких скандалов, без публикаций, поясняю. Год назад вы такие маски заставляли носить на ***. Вот посмотрите, похожие на ваши, да? Да. Пропитаны диоксидом титана. Ну, чтобы обеззаразить якобы. Если почитать в интернете, в Южной Корее в 2005 году была эпидемия, связанная именно с диоксидом титана. И выяснили, что у них такая же смертность была именно из-за ***. Выяснили, что именно диоксид титана вызывает от ***. Как только запретили, сразу все прекратилось. Вот посмотрите на себя и задумайте, что вы носите и как вы носите. Если не заставляют, то носите свое. Хорошо. Вот по-человечески я вам говорю. Откуда это все? Спасибо. И вот через такие бумажки заставляют других это все делать? Ну, у нас, к сожалению, руководство было работать по этому представлению. Вы мне скажите, мы можем посидеть, чтобы у вас не было проблем? Только если у вас есть какой-то медоклад или любой документ. Нету, нету, это самое. Тогда только на вынос можно нам сделать, к сожалению. Так, и что? А если не это? Ну, просто пройдем, мы будем сидеть. Что будет? Ну, просто сидеть? Не обслуживая вас? Да. Хотите просто посидеть? Да, да. В окно посмотреть. Это же безоплатно. Мы тихо, тихонечко, полчаса посидим и идем. Вообще, по идее, как я поняла, насколько я поняла правильно, наверное, нельзя. Но я могу, точнее, наш управляющий. Я знаю точно, что в обслуживании мы вам обязаны рассказать. Слава, мы будем приготовить лепетки и десерт и так далее. Только на вынос можно. Ну, смотрите, мы уже тут стоим без QR-кода и общаемся 10 минут. То же самое, мы там посидим и все. Ничего нам от вас не надо. Мы просто хотим посидеть, посмотреть на хороший вид. Угроза срока. Ну, что я сейчас уточню наш управляющий. Уточните, пожалуйста. Благодарствую. И то же самое с антисептиками. Почитайте, вот, если у вас есть, да, где-то стоят антисептики. У вас должны быть. Вот этот, да? Вот этот? Да. Вот антисептик. Вот смотрите, они его специально затирают. Ни состав, ничего не видно. Но если почитать состав, есть еще три опасных вещества. Это ПГМГ от Баха и Адыбаха. То же самое. Я понимаю, у вас работа, у вас там, я не знаю, может, кредиты уже понабрали, ифотеки. Их нечистояние вызывает антисептики. И даже разобьет косметик. Вот так легко и просто, вот через такие вот фельдкинные грамоты, все население заставляет верить во все это. Без подписи. Ну вот посмотрите, где тут подписи. Я вот где не спрашивал. Это такое руководство. Да, я понимаю. Ну вы сами задумайтесь просто, девчонки. Я был и в судах, и в прокуратуре, и в ОМВД, и в Следственном комитете. Я знаю, документы, которые публикованы на официальных сайтах, они имеют юридическую силу. Этот документ распечатан с официального сайта. Совершенно верно. Это просто набор цифр. Ну даже если он там есть с подписью, да? А где здесь-то подпись? Нету ничего. Я говорю, документы, которые публикованы без подписи, но на официальном сайте, имеют юридическую силу. Серьезно? А у нас есть ответ Минюста, что все, что публиковано в интернете, не несет правовых последствий и носит рекомендательный характер. Вот так. А вам это известно на основании чего-то? У вас есть ответ от Минюста или что? У нас есть. У нас есть официальный документ, который говорит, что все, что публиковано в интернете, не несет правовой характер. Только бумажный носитель. Плюс статья ГК, гражданский кодекс, статья 161. Любые сделки между юридцом и гражданами совершаются в простой письменной форме. Вот она, простая письменная форма. Никем не заверена, печати нет, не прошита. Где находится копия, не написано. Копия верна, отсутствует. Подпись должностного лица тоже отсутствует. Нам, пожалуйста, здесь, по-моему, набирай один милинг. Да, набирать лист. Один раф с рафинцем, пожалуйста. Потому что вы хотели бы идти с собой. Может быть, ваш керка, да, в стремной личности. У меня даже, наверное, в городской больнице был. Тоже медиков пояснил. В городской больнице? В городской больнице было. И, ну, смотрю, девушка очень часто антисептиком пользуется. Ну, именно теми, которые мне... Я говорю, так вы... Ну, пояснила я это все, рассказал. Говорю, так вы, возьмите вот такую же, возьмите баночку, купите свои собственные. Возможно, там разные размеры, маленькие есть. Налейте свой собственный антисептик. Ну, то есть, у нас просто баночка стоит, мы туда вливаем свой антисептик. А вы состав знаете, да, что там нету баха, баха, ПГНГ? Я не считала. Вот проверьте, посмотрите. Вот я после того, как посоветовал медику, я на следующий день встречаю, а она уже со своим флакончиком и в своей собственной маске. Понимаете? Она прекрасно поняла, о чем я говорю. Так, ну я пока там подожду. Так, если не крокодан обслуживать. Ну, извините, мы должны очень просто посидеть. Совершенно, за какое я нашел разрешение еще страшно. Общественное место, имеем пропасть еще. А на вынос уже можно, да, у вас что-то заказать? На вынос, да. Это мороженое или просто так выглядит? Это пудр-пудр. Ага. К сожалению, сможем только на выносном столе посидеться? А вот я заказываю на вынос. Посидеть не получится, к сожалению, без первого входа. А если вы нам очень долго будете готовить на вынос? Ну, он сделан очень быстро, у нас же все готово подносится. Быстро, а мы потом еще чуть-чуть посидим. Нельзя, к сожалению, я позвонила в управляющий и все упрочнила. Она сказала, что, к сожалению, не нужно. Хорошо, тогда я сейчас подумаю, что я возьму на вынос. Потому что очень много всего, я пока подумаю. Хорошо? Благодарствую. Отказали. Что-то у меня здесь сросло. Сколько примерно вам времени понадобится для того, чтобы определиться с адсвитером? Не знаю, сначала надо обсудить. А вот все там на вынос, да, подняться. Я вам приветствую, мужчина. Все лепитки, все бессерты. Добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, нам тут отказывают, даже посидеть не дают. К сожалению, без пилакода, либо на выводы, либо на выводы, либо на выводы. Сейчас не можно обсудить, только на выводы. Что мне с вами сделать, Анастасия? Понятия прости. Это понятно, но чтобы, допустим, отказать, вы должны на что-то послать. Да, на постановление губернатора. А вы в курсе? Ну, вы можете показать бумагу? Мне показывали, не подписаны. Уже многие люди. А вы 10-й фонд смотрели? Правила торговли. Ну, я не обираюсь. Ну, вот смотрите, Анастасия, да, я вот сейчас на данный момент являюсь представителем общественной организации, получите правду от любителя. Вы сейчас на данный момент совершаете преступление. В курсе? Нет. Ну, вот это я вам говорю. Давай по-человечески, по-каку это, без конфликтов. Я вам предлагаю, без всяких эстетов, обслужить нас. И, как бы, на этом у нас диалог закончится. В чем мы нарушаем ваши правила? Вы нарушаете, во-первых, вы... Вот, кстати, правила торговли, которые у вас есть, да, вы все, вот, открываем статью 10-го. Вы отказываетесь на услуги. Необоснованно. И почему обосновано? Чем? В рамках профилактики эпидемии и так далее, нам пришло это постановление. У вас есть документ, что на данной территории есть угроза эпидемиологии? У меня это документы, вот у меня есть постановление, именно им мы руководствуемся в своей работе. Все ясно. Постановление губернатора намного ниже, чем закон. Вот, читаем правила торговли, свежие. Смотрите, внесение ограничений и запретов на продажу товаров допускается только в случаях предусмотренных в федеральных законах. Возстановление? Федеральный закон говорит о том, что у нас органы самоуправления наши имеют право высказать различные законы, которые присутствуют. Потому что органы местного самоуправления не являются законодательной властью. Они являются исполнительной властью. Они не могут издавать законы и постановления. Понимаете? Это один момент. Второй момент. Данное постановление никем не подписано. Не имеет мастичной печати. Понимаете? В 10-м пункте там четко и ясно прописано, что данный документ имеет силу после его подписания. Он находится на официальном сайте, в открытом доступе. Понимаете? Не подписан. Он является юридически... Он может быть опубликован на официальном сайте без реквизи. Вы послушайте, называется это публичная аферта. Все ее могут принимать, могут не принимать. Это называется акцептировать. Понимаете? Нет. Я ее не акцептирую. Я ее не подписываю. Я ее отвергаю. Понимаете? Я понимаю. Но наше руководство, оно ее принимает. Это ваше руководство. Во-первых, ваше руководство, Анастасия, оказывает в нее услуги. Чем? Чем? Нарушает законодательство это? Правила торговли раз. То есть это закон. Это основной закон, скажем так. Это один момент. Есть закон о защите прав потребителей. Там есть такой пункт 14.8. О защите прав потребителей. Вы отказываетесь на свой пункт. Как юридическое лицо, смотрите, на основании того, что я сейчас сделаю в вашей книге жалобы, отметочку, чтобы отказать, потом мне не надо будет писать претензию и так далее, ждать 15 дней. Я сразу могу записать исковое заявление. Поверьте, это мне не составит труда, потому что существуют болванки. Там подставить плюс-минус и направить это в суд. Это один момент. Второй момент. Я могу даже вызвать сейчас наряд, и наряд на месте может оформить его протокол по нарушению. Понимаете? Что мы будем делать с вами? Я не знаю. Сейчас я вам, допустим, представляю. Смотрите. Просто это грозит по юридическому лицу кафешке штрафом 300 тысяч. Это как минимум. Но это уже ответственность самого юридического лица. Они приняли такое решение, что они будут... Нет, к вам-то, конечно, вопросов никаких нет. Я вам просто озвучиваю то, что кто я такой, что такое. Вот посмотрите. То есть это доверие. От юридического лица. То есть я представляю общественную организацию по защите прав от юридического. Вы можете направить свою жалобу на губернатора, в суд можете пожаловаться. Нет, посмотрите. Что наша вина? Вот, Анастасия, вы мне отказываете в услуге. Да. Я могу увидеть вашего начальства, руководителя. Есть у вас только старший. Сейчас никого на месте нет, кроме меня, самая старшая. Вы самая старшая, да? Тогда предоставьте нам книгу жалобы и предложения, мы сделаем отметку. Да, конечно. Ждем. Ну, как бы так. Ну, вот так. А как иначе? У них там в постановлении написано, кроме случаев заказов на вынос. Поэтому я схитрел немножко, я говорю, я хочу сделать на вынос. Она говорит, сейчас мы вам быстро сделаем. Я говорю, а вы можете медленно сделать, чтобы мы тут подольше посидели? Она говорит, нет, мы вам быстро сделаем. Я говорю, ну хорошо, тогда я подумаю. Мы сидим, а она подходит, говорит, а вы долго думать будете? Видишь, как изгаляется? Протокол на миссию составляется, да? Ну, вообще, если по закону, я могу вызвать наряд, и он на месте может оформить. Нет, вот общественная организация. Ну, вот допустим, смотри, я вот сейчас зафиксирую, это в принципе, ну, то есть по законодательству я должен выставить претензию предприятию, да? То есть это в бумаге надо, потом ждать ответ. Сейчас достаточно вот зафиксировать, да, нарушение, и это в принципе достаточно. То есть я уже сделаю, допустим, фото или видеофиксацию данного, да, нарушения, и могу составить иск и сразу обратиться в суд. И, соответственно, суд уже вынесет решение, на основании решения будут вынесены штрафные санкции предприятию. Ну, давай напишу. Ну, давайте, пишите. Потом будем заявлять, поставить врача. Так, что писать? От персоны или от гражданина? От гражданина зачем? Нига, отзыв, предложение. Белла Чиглистэ... Чиглинсера. Номенование торговой организации. По-английски почему-то. Чиглинцева. А, это ИП Чиглинцева. Так, нам нужно знать реквизиты, получать, у юридического лица. А вот они, тут есть. Ну, здесь же стенд должен быть. Это индивидуальный предприниматель. О, грипп, вот он написан. Вот, это достаточно. Фотографировали. Он уже жалуется, есть требовали паспорт. Почему я должна показывать свой паспорт? Вы из полиции? Может, документы на веревку еще повесите с собой? Отвратительно все, как вы себя ведете. Нет, так-то понятно, как бы... Слушай, ну, телефон оставлен, женщина, можно позвонить. Доставили в свой вход. Сейчас будем писать. Как вам, например, времени понадобится? Ой, затрудняюсь ответить. Просто если в течение двух минут не покините помещение, мне придется возить полицию. А в связи с чем? В связи с тем, что вы отказываетесь. А мы не отказываемся, мы сейчас заполним. Анастасия, мы не отказываемся, мы же вот... Если вы сейчас вызовете полицию, мы, скажем так, обоснуем свое действие, а вы можете попасть за ложный выбор. Хорошо. Я вас, как бы, так... Информирую. Если что, я вас тоже информирую. Две-три минуты, и я вас позвоню. Хорошо. Очень большое за внимание. Хорошо. Все, поехали. А что Антон будет делать? Что-что, оформлять, что? Ну, пиши. Заметь, про маски уже ничего не говорят. Я вообще могу сейчас прямой эфир уйти? А не, ну, а что, QR-код спрашивают, да? Угу. 147-й, да, там, постановление? Так, 148-й. Угу. Так, смотри, что написал. Угу. Так, пришел в кафе купить на вынос пирожное. Заведующая с залом отказала в обслуживании, сославшись на некое постановление 148, никаким не подписанное в виде копии, никаким не заверенное, нет печати, не прошито, не пронумеровано, нет подписи, копия верна, нет подписи, где хранится оригинал. Заведующая Анастасия проигнорировала норму права статьи 10 правил торговли. Нарушен ГОСТ. Кто? ГОСТ? ГОСТ, да. Где нарушен ГОСТ? Постановление? ГОСТ, да. Именно постановление? На представленном постановлении губернатора. Отказ в обслуживании нарушают мои права потребителя? Совершенно верно. Они даже по постановлению не правы, потому что я на заказ хочу за это сделать. Дело в том, что я вообще не понимаю, тут происходят какие-то такие вещи, какой-то сплошной заговоры. А? Самоуправствуют. Самоуправствуют, да. Ну, все же прекрасно понимают. Во-первых, что печати не двое. Герб должен быть цветной. Чем регламентируют? ГОСТом. Тоже ГОСТ есть? Да. Ну, вот когда документ тебе дают, да, скажем так, без подписи, да, ой, вернее, без печати, без, если без мастичной печати, то достаточно вот цветного герба, да, и, ну, роспись в любом случае должна лица с расшифровкой. Ну, это понятно. Ну, как бы это вот, понимаешь, Константин, всем это понятно, да, и никто это не может осознать или принять. Ну, я же в суд прихожу, у меня где-то какой-то закорючки нет, мне сразу говорят, иди отсюда, понимаешь? Мне главное, чтобы успеть. Это вызвали? Нет. Если ты вызвали, давай дождемся. Сейчас узнаем. Анастасия, да? Анастасия, да? Что она вызвала? Нет. Да, не отчините. Тушните, пожалуйста, нам ждать или мы можем идти? А что они это? Так, я прямой эфир включил. Хорошо. Почему вы откликли? Ну, говорят, вызвали, я прямой эфир включил, поэтому очень аккуратно на каждое слово. Так, народ, всем привет. Начинаем прямой эфир из кафешки Белла. Блин, как она называется? Короче, кафешка Белла на втором этаже Новый мир. Город Пургут, проспект Мусомольский. Какой адрес? Не помните? Дом. Ну, в общем, из-за этой кафешки мы зашли, я хотел заказать еду на вынос, то есть на заказ. Мне сказали, что нужен какой-то ку-ку-ко, нужно паспорт показать. Я спросил на каком основании, сказали, что это постановление 148. Сейчас я вам покажу. Не прошито, не пронумерованно, кроме, за исключением организации услуг общества питания на вынос. То есть даже по этому постановлению нету справедливости. Так, ну, как всегда видим, да? Со дня подписания подписи нет, ГОСТу не соответствуют, не пронумерованно, копия верна, нету, никем не заверено, где находится оригинал, нету. ГОСТу вот этому не соответствует. Да, 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 да. Ни подписи, ни печати соответствующему ГОСТу ничего нету. Нам сказали, что Герр должен быть к свете. Ну, да. У меня вообще такой должности как губернатор некий. Есть глава администрации команды и граждан. Глава администрации совершенно верно. Ну, вот сказали, вызвали полицию. Не пояснили, что мы тут нарушаем, но сказали, вызвали. Вот ждем полицию. Что тут у нас? Общественная организация по защите прав потребителей Робин Гуд по городу Сургута. Так, представитель организации Робин Гуд и Константин. Ну, соответственно, я служу. Всем привет. Всем привет. Ожидаем. Так, это адрес знай, пожалуйста, когда это дублькисик. Книгу жалоб, наверное, сюда положи. Книгу жалоб? Да. Давайте я сейчас перейду. Так, на удивление насыщенный уголок. Правила торговли есть и защита прав потребителей. И что-то тут какая-то выписка из 147-го. Ября 21-го года. Ждем полицию, ждем полицию, будем разговаривать. Ну, а вот ответ от администрации города Сургута о том, что я им задал вопрос, есть ли угроза возникновения ЧАЭС. Ну, они, соответственно, уклонились от ответа. А это сам запрос. Об этом видео я уже снимал. Комсомольский проспект 19. 19, адрес проспект Комсомольский 19. Кафешка Белла. Чи. Непонятный не выборщик. Чинзан. Правила торговли и предложения. Чи Глинцева. Вот. Белла Чи Глинцева. Чинзан. Проспект Комсомольский 19. Вот такой же написали уже текст, что пришли и нам отказали, не соответствует ГОСТу. В общем, книгу жалоб и предложение уже поставили. Отзыв. Ждем полицию. Вид тут, конечно, шикарный из кафешки. Так, что народ пишет? Так, так. Одень маску и ешь маски. шарказм, троллинг администрации. Ну, тип того, да. Так, что тут еще народ пишет? Здравствуйте, мы меняли форму 1П, заполняли правильно или по каким документам живут. Это сейчас не тема из прямого эфира потом. Печать липовая. Ну, не липовая, губернаторская. Так, должность должна быть расшифровка фира полностью, без сокращений, дата подписи. Печать должна быть мастичная. Мастичная печать должна быть мокрая, обязательно соответствовать размер 50 миллиметров. Должна быть собственно наручена написанная фамилия, это и есть подпись согласно ГК-19. Этого мы не наблюдаем, вообще никакой заковечки нет. Никакие коды не имеют законодательной базы. Согласен. Так, если это копия документа должна быть заверена в соответствии с ГОСТом. Совершенно верно, я об этом говорил. Так, ждем заявления на кафешку по 136 ВК ВК. 136 это что? Не помнишь? 136 ВК. А, дискриминация. Ну да, да. Тут все, и превышение должностной полномочии, и 14.8 К, это нарушение прав потребителей. И само правство. Здравия народ, с вами есть Краснодарского края. Всем привет. Как в эту кафешку перестанут ходить люди, так они сами задумаются и побегут искать выход. Ну, что я скажу, они, я так понял, согласны со всеми этими рисками, что чем меньше клиентов, тем, видать, лучше. продолжаем эфир. Так, здравия всем, согласна. Так, а кафешка акцептовала это постановление, они подпись вы поставили? Нет, я просил заведующую заверить данную бумажку собственноручно, взять на себя ответственность, заверить, но они что-то не захотели, отказались. Дело в том, что даже по этому постановлению, вот, я говорю, я хочу заказать, сделаю заказ на вынос. Они говорят, без проблем, для этого вам этот код этот не нужен. Я говорю, хорошо, все, я говорю, мне нужно подумать, определиться. Тут же подходят и говорят, если вы через 3 минуты не уйдете, мы на вас вызовем полицию. Ну, вот, вызвали. Что делать? Ну, думал я 3 минуты, и что? Что, я не могу права, не имею права подумать 3 минуты, что мне выбрать? Это же не запрещено никаким законом думать, что тебе нужно купить, правильно? Так, возьмите помарочки с вами. Давай. Так, основной, кто отменил лорчебную личную тайну, надо понимать, что житель не имеет права и есть не тайна. Ну да, я тоже говорю, но нарушение врачебной тайны закон 152 КЗ о персональных данных ну то есть на полное попрекательство всех законов. где последний подписываешь там тебе три или четыре фото. А ты правый нижний угол закрываешь? Да, 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 вот туда вот. Просто именем, Да? точь и точь и да, вот так, вот как правило сюда вот приклеить. В смысле не надо? Он там будет, там, может сюда приклеить. последний урод Антон, добрый день, добрый, насильно никто не поймет. День без права. Лучше бы с нами, разумными живем. А дублены это их плем. Непонятно, о чем говорите? Первое. Так, надо на такие организации вешать плем, он тут унижает каждого клиента. Ну, их же законно на территории что я могу сказать? там протокол. Во-вторых, то, что у них даже доверенность есть от принуждения. Нет, не показали ничего. То есть, непонятно, кто стоит. законодатель, здесь сделка совершена под принуждением. Сусть, я тебе снили. Тут же видишь, много радов. Ну, да, сейчас попробуем, вот если полиция приедет, пускай покажет. Есть кто-то пишет там без оборота на меня там и так далее? Ну, тоже пишем. Так, неугомонные, похоже, что так здесь все, как передний час головы, чего? Надо куку полицая и у сотрудника спросить с прививками. Надо было у них спросить, да. Вот народ говорит, надо у них тоже спросить. Есть у них куку с паспортами? Да, у них там нет. иначе говорят без наценки, они останутся без работы. Ну, да. А это все уже, это, как перехват бизнеса произошел. То есть, кто успел на доставку идти, те в выгоде. Так, наклейку именно на двери лучше обойти эту сторону от организации. Да, что наклейку? Наклейка это распространение это не санкционированные, как там еще могут статью административную расклейка этих объявлений пришить. Не надо хулиганить. Так, а, и паспорта пусть предъявит свои. Ну, да. Зуб за зуб, глаз за глаз, как говорится. Так, 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 губернатор без губернии беспредел творит. Ну, да. Нету такой должности губернатор Фантомасийского автономного округа. Есть глава администрации согласно выпуске игроков. Так, надо МСУ собирать и отменять себе постановый губернатора. Самим надо управлять на своей земле. Ну, так надо, вот и управляем. Так, что, эфир тогда завершаем. Ждем пока это полиция приедет. Конечно. Так, народ, эфир пока завершаем. Не знаю, сколько у нас полиция может ехать, она может вообще не приехать. Практика, ну, моя практика показывает, хотя, сейчас я вам покажу. Вон, отдел полиции вон здание находится. Вот это. Отдел полиции номер 3. Я не знаю, они могут и вообще не приехать. Да, моя практика показывает, мои последние вызовы, наверное, штук 10. Либо вообще не приезжают, либо там на следующий день. Так, ну, если что, выйду в прямой эфир, ведем видеопротокол. Здесь я, Дмитрий и Константин. Так, пока отключаюсь, потом еще выйду. Слушай, ну, ролик вообще двигает. За 3 часа, короче, 500. Ты сейчас, ты фурор больше произведешь не тем, что ты сходил на почту и качнул ее. Это уже многие сделали. Ты фурор произведешь тем, что... логовая, полиция, администрация. Они просто сейчас в шоке сидят и смотрят и думают, ни хрена себе, второй этот появился. Правозащитник. Понимаешь? На всю Тюменскую область нету таких. С каким названием? Нет, в этом, где там, в Нижневартовске есть еще одна женщина, тоже журналист качает. Очень хорошо. А больше я не слышал. Она с ноябрьской. Ну, с ноябрьской. Согласись, красиво я там все разговариваю. Вообще замечательно. Что тебе? Она даже тут-то-то-то. Ну, единственное, кажется, что съемки не очень, а так вот и замечательно. Прошу. Дебютри. Да. В чем полицейских? Присаживайтесь. Если что, готовьтесь к случиться. я в прямой эфир буду выходить. Я уже выходил, я пока перестану. Я им показал этот куркот. Не скидывайте. Да, они, короче, здесь? Да. Задим, это не то. Что они хотят? Я говорю, так вы почитайте, там все написано. Нет, но у нас вот так. Ну, что? Тишина? Нет, у кого тишина? Мы сочинем по-другому. Все по-совести. А во сколько они полицию вызвали? Не засек? Снос 23. Ну, уже тут полтора часа. Ну, вряд ли они ничего из-за нее. Они же меня знают. А что они сказали? По-имформируют. Ну, девушки-то наверняка сообщили, какой-то пришел двое бородатых с длинными волосами, похож на священника, на батюшку. Ну, да. Все. Иисус пришел. Все. Я же тебе говорю, полиция на мои вызовы вообще никак не реагирует. Можем сами вызвать. Да, почему бородатые? Ну, я о том же. Сидим спокойно, да и все. Все с бородами. Не, ну, а как-то немножко есть сход. Борода – это сила. А зачем? Не надо никого кошмарить. Конечно. Не, ну, давай дождемся уже. А что ждать? Полтора часа уже прошло. Это часа? Да, давайте вызови позвонить. Мы тут полтора часа уже. Мы не можем? Нет. С момента вызова 40 минут прошло. Ну, вот, час назад полицию вызвали. Час назад уже. А не факт, что не звонили? По исключению. Да, когда-то час прошел, смысл ждать. Пошли. Ну, что сидеть? Смысл ждать. Ну, вот видите, полиция не едет, час прошел. Ну, это же не односочное. Совершенно верно. Мы тоже не можем долго ждать. Девчонки, вот я вам говорю, если и носите что-то, то носите свое. Моя стирается. Ну, за бесконечность вы же не можете стирать. Не рекомендуем одноразовую мать. Спасибо большое. Благодарствую. Всего хорошего. Спасибо. А, дайте мне еще такие вот сердечко на вынос. я же хотел купить. Вот я сейчас подумал, решил здесь. Это значит, что вы определились с этим. Да. Ну, что, раз полиция не едет. Ну, купите, нам понадобится телефон. Ничего нет. Наличка есть. Не надо ничего. А что заблокнуть желание? Это для пожеланий гостей. Ага. Вот, так я вам сейчас напишу что-нибудь. Я вам тут пожелания написал. Девчонки. Хорошо, вы прочитали обязательно. До свидания. До свидания. Благодарствую. Всего хорошего. Что-то не видно полицейских. Мне кажется, что она не выпала. Ну, постеснялась. У нее они все показали. И паспорт, и пиар-код. А, значит, потом вторая еще. Он при мне паспорт открытый свой держал. Я мог срисовать это все. Понимаешь, что делать? Ставишь видеокамеру сверху, высокого разрешения. У них есть как-то много. И все, и срисовываешь все паспортные данные. Вон, народ жалуется в это. По сроку практика пошла. По 5-6 микрозаймов, короче, это. У людей с карточек списывают деньги. Они пытаются выяснить, почему. Оказывается, на них были оформлены микрозаймы. По 5-6 штук. Причем в других городах. И, короче, все. И хрен, что такая. и в суды подают. Одна пишет, я 4 года билась и выиграла. Убежала? Да. Но 4 года потратил. Вот что делает. И потом еще эти микрозаймы не будешь за 4 года. Там они 10 раз поменяются. так они регистрируют их на бомжей каких-то и все. демокстанiano пакет Субтитры создавал DimaTorzok